Девушки отдыхают 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 в Донецк, а потом в Мариуполь. И из-за того, чтобы не лишить Мариуполя воды, она не может перекрыть воду в Донецк. Вот такими-то морфозами. Нет, не сомневаемся к Крыму. Ну, Крым я вам объяснил. Ну, да, в Крыму проблемы с водой, но так что? Они были предсказуемы. Что тут непонятно? Ну, наверное, наверное. Да, должен. Должен, значит, обеспечит. Или обеспечит не полностью. И вы... Это не Крым наш, если вы считаете, я так же опечален ситуацию с Крымом, так же, как и вы, только по другим мотивам. Вот вы, я так понимаю, опечалены ситуацию с Крымом по мотивам, что вы там укропатриот, а у вас за Украину бои, правильно? То да сё. А я опечален тем, что потеря Крымского электората для Востока Украины это потеря антикиевского электората. Который бы голосовал против киевской власти для Харькова, для Запорожья это потеря электората. Я немножко вначале вас проверил. Вы не очень знаете географию Украины. Мерев это Харьковская область. Я смотрю на реакцию человека, отреагирует он или нет. Я часто задаю такие вопросы. То есть, называю город Харьковской области, а говорю, что Белгородский, или наоборот, если россияне впадают. Географию люди слабо знают. Вы не знаете, Харьковская область. Белгородская область это украинский область. Я вам повторяю, город Мерев это Харьковская область. Я его назвал Белгородскую область, и вы не отреагировали. Это говорит о том, что вы географию Украины не очень знаете. Ну, не важно. Бывает. Я вообще... А вы про другие вопросы, а вы переключились в себя на другое. Ну, я... Этого я вам и говорю, что я не из России. У меня Россия под VPN. Нет. Ну, это хорошо. Хорошо. Вы переключились в себя на другое вопрос. Если мы говорили про Буду, а вы говорили про область, про которую вас здесь прошло. Не, ну, это в самом начале было. Я просто ремархиваю. Я понимаю, что вы здесь спрашивали. Ну, спрашивайте дальше. Про воду закончили разговор. Про воду там все ясно. Есть проблема с водой. Что ее ступит, а лочь. Решат, как вы считаете, оккупанты или не решат, это уже их проблема. Решат, хорошо. Блин, может... Скорее всего, решат, но частично может быть. Ну, много, 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 федерализации. Я вам вопрос на логике. Я вам вопрос. Как относитесь к децентрализации? Очень положительно. Положительно. А к возможной федерализации Украины? Федерализация отрицательная. Отрицательная. Вот это у вас комбитивный диссонанс получается. Смотрите, децентрализация это экономическая компонента федерализации. Одна из двух. А вторая компонента, и раз вы суммарно против федерализации, начали вы против второй компонента. И считаете главной, хотя главной все-таки экономической. Вторая компонента это юридически правовая, то есть значит придание регионам право законотворческой инициативы. То есть при федерации регион имеет право издавать региональные законы. И вот при федерации это единственный путь сохранения Украины как целостного государства. Потому что при федерации сразу исчезнет языковая проблема. Ибо при федерации языковую проблему в своем регионе решает регион. А не наглые киевские чиновники делают сейчас в Украине. Так что задумайтесь. Давайте Ваши версии. Ваши версии. Значит если принять Ваш вопрос значит в России федерация будет теперь в каждой области заслужиться. Что вы мне говорите. Да Вра нет. И не будет влиять централизованная власти в России. Не в каждой децентрализованная Есть хороший вопрос. Смотрите какой рецепт не будет влиять и европейская власть и если в этом язык есть законность на штат на государственную язык. И никакого отношения он вообще не имеет для ценности. Децентрализация это синтембинар. Я вам сказал что децентрализация это первый компонент экономический. Первый экономент экономический. правильный отношение финансовый вопрос не имеет общим законам государства. Правильно он имеет экономический закон. вопрос экономический вопрос экономический вопрос а есть государство вопрос которого нельзя предпочитать если принять в России значит в России должна есть блок национальный государство значит нужно вести все законы так в России ну правильно ну вы это уже сказали вы это уже сказали я вам отвечаю да в России эта проблема решена нормально языки в регионах имеют государственный статус вы просто неправильно информировали в России более 20 региональных государственных языков каждая республика имеет право принимать статус своего языка допустим татария татарский башкирия башкирский чувашия чувашский они все приняли свой язык за региональный государственный статус ему дали это право региона а вы говорите что нет не хорошо право регионов а а в Украине где регионов сколько в Украине регионов ну сколько 21 и 24 где-то так 20 чем-то области это регион это общее регион это общее название области области пускай будут да области я вам поясняю регион это общее название для любой страны в одних называются штаты в других провинции в третьих землях в Германии у вас области общее общее название региона ладно пускай будут области 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 у вас и что хорошо значит при федерализации каждая область или более крупные субъекты федерации если они будут образованы из нескольких областей будет иметь право законодательную инициативу в том числе устанавливать свой региональный язык иметь право но не обязанно она хочет вот и вы из Черкасс у вас наверняка они не будут принимать ему язык кроме мовы а на восточных регионах будут принимать и в западных там в Закарпатте например венгерский будет принимать вот и все регион имеет право но не обязан децентрализация правильное правильно вы так естественно вы так не понимаете что вам признал еще раз децентрализация это первые компоненты федерализации в ней не прописаны никакие гуманитарные проблемы только экономические а вторая компонента которая уже не децентрализация А именно юридические компоненты. Вот в ней прописано при наступлении федерализации. Это все разные вещи. Первая и вторая часть. Первая часть децентрализации, там действительно только экономика. Никто не спорит. Вот так. Например, смотрите, когда у нас произошла децентрализация, когда она произошла, а до этого была федерализация. Не было у вас еще федерализации. Смотрите, весь бюджет у нас входил только в центр. Да, да. То, что у вас сейчас происходит. Когда весь бюджет уходил в центр, у нас за 20 лет исчезли дороги, предприятия, инфляция, все стримое. За 5 лет проведения децентрализации, когда появились местные бюджета, у нас появились дороги. Я понимаю, что я... Мы отдаем деньги, мы не отдаем деньги Киеву. Мы отдаем деньги Киеву. А у Киева есть там еще... Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп. Стоп. Вы говорите банальности. Я же с вами согласен, что децентрализация это хорошо. Что вы мне банальности рассказываете? Кроме того, я каждый год в Украине бываю. Это во-первых. А в-третьих, у меня Россия под Випеном, я не из России. Можете не стараться меня троллить. Город Торонто. Город Торонто. Слышали? Город Торонто. Вот. А, Торонто. А, вот. Я тебя не слышал. Понятно. Штаты. Ну, это не Штаты, а Канада. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, близко. Ну, близко, по крайней мере. Ну, близко, да. 42 километра по прямой у нас до Штаты. Через озеро. Да. Да. Ну, и скажите, уважаешь. Ведь децентрализация прошла. Она прошла еще до момента, до момента получения, так сказать, до момента произношения Канады как государства. Она же изначально была. Конечно, прошла. Поэтому, поэтому Канада живет хорошо. И федерализация прошла. И регион имеет право устанавливать свой язык в отличие от вас. Видите, вот так? Вот так. Ну, хорошо. Ну, вы считаете, ну, правильно. Если можно найти такой решет, может быть и возможно, что, например, район, каждый район, область. Ну, я думаю, это большого смысла этот объединение. Ну, район не имеет. А если будет федерализация, область слишком маленькая в Украине для того, чтобы быть субъектом федерации. Несколько областей объединяются. Три области становятся субъектом федерации. В них свой региональный парламент, который принимает региональные законы. Чем плохо? Хорошо, хорошо. Добро, добро. Я понял. Ну, у нас же сейчас смысла-то не надо. Ни не закрою, как ли. Ну что? Я русский по национальности. По национальности. Россия с Украиной что? Соединилась. Ну, стали братьями. Ну, смотря в каком виде. В виде СССР я против, чтобы была у СССР и РССР. Чтобы отдельные регионы Украины вошли в Россию, или отдельные регионы Украины и отдельные регионы России образовали свои государства. Я за. Помощь, Украина не полностью. Украина не полностью. Украина в России. Не, я против. Вернее, я смотря в каком виде. Если в виде Украины унитарна, я против. Если в виде отдельных субъектов, чтобы Харьков не подчинялся Киеву, например, тогда я согласен. А чтобы он напрямую подчинялся Метрополии, как было в Российской империи. Я из Харькова уехал. Если вас интересует, я в Канаду уехал из Харькова. А если наоборот, то же самое, то же самое. Если, нет, если наоборот, если столицу вынести из Киева, допустим, куда-нибудь, вот к вам, в Черкассу, я буду согласен. Киев просто нехороший город, такой паразит. А если столица будет в Сумах или в Полтаве, тогда я могу сейчас согласен даже. А если вас купили вести, например, в Харьков? Как? Ваши, если столицу перенести к вам в Черкассу, или в Сумы, или в Полтаву, это нормальный вариант. Или в Запорожье. Ну да, да, вот, я же говорю, в Запорожье, в Черкассу, в Сумы, это нормальный вариант. Потому что столица не должна иметь того пеникета, который вы. У нас столица размером с пригород Торонто. Столица в цивилизованной стране, это только средоточие центральные власти и посольства. Больше ничего. И живет она хуже, чем главные города, иные, не столицы. Так вот в цивилизованном мире устроены. В Канаде, в Канаде, в Штатах. Так и, если будете объединяться с Россией, надо столицу выбирать небольшой город. Вот те же ваши Черкассы или Сумы. Да, вы же понимаете, что объединение, объединить Украину с Россией уже невозможно, потому что Россия сделала все, чтобы Украина объединила хорошо. Ну, часть, если Украина разделится, часть Украины возможно объединить. Хотя я не думаю, что это оптимальный вариант. Нет, вы видите, Россия сделала все, чтобы она всегда такая объединена. Ну, я знаю эту версию, я так не считаю. Я считаю, что в разных регионах Украины думают по-разному. Вы так думаете, в центральной Украине, я согласен, вы так. В Харькове по-иному думают. В Харькове по-иному думают. В Донецке тоже по-иному. Вот это все. Ну, даже на вашей территории в Донбассе по-другому думают, чем у вас. Там в Краматорске, там или в Лисичанску. Ну, смотрите, вы говорите, что даже по-другому, а прямо сейчас в Донбассе, все думают или не все? Не все, конечно. И у вас не все. И у вас есть сторонники русского мира в городе. Но их мало. А там ваших мало. Это статистика называется. Распределение Пуассона. Ну, я понял, потому что вы смотрите телевизор украинский. Украинскому телевизору изменить вектор, и вы вернетесь на круги своя. Ну, я понимаю. Они сейчас чуть-чуть поменьше, да. В период Мелоруссии подлилось до 50%. И в Мелоруссии получают больше вопросов и отрицательных моментов, и зданий и всего остального. Они уже не хотят в России. Ну, у вас немножко... Нехорошо, да. Ну, я понял. Я сейчас сказал, я... Свои навыки, свои навыки, свои навыки, свои безбордонности. Смотрите, они не занимаются собой. Будете в мире самой богатой страной, они не занимаются своими людьми, своим расспортом. Они чем занимаются? Ну, вы уже пошли по кругу, я в курсе. Я могу сказать, что вы видите, кто имел космос в мире? СССР имел космос в мире. Первый космос в мире, кто имел первый космос? Налет в космос, первый имел СССР в 1901 году. Нет, кто завоевал первый космос? Вы как-то выражаетесь. Я вам сказал, я не из России. Что вы мне всю Россию долбите? Мне интересна тема по Украине. Мне интересна тема по Украине. А про Россию с россиянами поговорите. Про Россию... ...приверженники. Чего? Я вам такого вообще-то не говорил. Я вам говорил, что я противник Украины, как держава унитарной. А если быть федеративной, я буду ее сторонник. Вот что я вам говорил. А про Россию я вам ни слова не сказал. Ну, хорошо, мы уже по кругу пошли. Приверженники. А за себя он был совсем не разговорник. Да дура каваляне. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, что я не знаю. Почему же тогда в утилитарном государстве... Правильно, утилитарное государство. Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть... Да, ж он выволок на свет И приволок Подколотый, подшитый материал Канада все прошло? В Соединенных Штатах... Я закончил вопрос. В Соединенных Штатах федерализации? В Федерации. То есть уже Федерация, Федерализация закончилась. В Соединенных Штатах Федерации, оказывается? Я слышал даже. Да? Да. Да? А как называется? Соединенные Штаты Америки. Это Федерация? Да. Вот, вот, строительство США, Федерация, поглубль. Ну, Королев всегда писал сон. И снится нам не рог от космодрома, Не эта ледяная синева, А снится нам дрова, дрова у дома, Зеленая, зеленая дрова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok